всем привет меня зовут роман леонидов и в этот прекрасный морозный день я хочу рассказать о том как можно наших довольно суровых широтах при отсутствии газа отопить довольно приличный по площади дом вот то что вы видите на заднем плане дом 150 метров я проектировал для себя предполагалось что это будет дом выходного дня то есть мы не думали что будем жить здесь постоянно но то ли возраст то ли дом так хорошо получился теперь в течение трех лет проводя здесь время мы стараемся это делать как можно больше то есть при первой же возможности мы уезжаем из москвы и только я живем и работаем ровно здесь остается вопрос как же быть если нет газа во время проектирования я предполагал что мы будем жить с пилетным котлом но почему с пилетным потому что на тот момент на момент проектирования это 5 6 6 лет назад у меня была иллюзия что тепловой насос как наиболее экологичные наиболее передовая техника в отоплении будет стоить достаточно дорого так так оно и было и вот уже на момент когда мы фактически собрали каркас дома дом каркасный я решил проверить ценник еще раз и с удивлением для себя обнаружил что например стоимость какого-нибудь хорошего корейского пилетного котла именно хорошего до надежного который за которыми нужно очень много следить оказалось не так уж меньше чем стоимость хорошего теплового насоса то есть разница в цене было около 20 процентов в абсолютном выражении ну скажем так пилетный котел 320 350 тысяч тепловой насос 400 вот и собственно говоря уже в лед в момент строительства я принял решение что наверное все таки будем ставить тепловой насос поскольку в жизни с ним нек как казалось будет гораздо безопаснее то есть чем меньше у вас чего-то горит в доме в деревянном доме тем наверное вы будете спокойнее спать вот соответственно было решение принято если вам кажется что стоимость 400 тысяч рублей за тепловой насос это много то я вам скажу на примере своих знакомых которые оказались такой же ситуации и предпочли отапливаться сжиженным газом стоимость гораздо гораздо выше при пересчете я отбиваю эти деньги всего лишь за пять лет это круто долгие поиски партнеров по покупке оборудования этажу завершились как мне кажется успехом хотя и не без проблем но мы живем в россии что здесь происходит без проблем и вот уже четыре года мы эксплуатируем тепловой насос отапливая дом 150 квадратных метров как вы думаете сколько обходится мне электричество вопрос наверное самый главный и для вас кто собирается и думает о чем же собственно говорят топить свою любимую дачку но и для для меня как чеком который в этом доме живет и платит за за электричество три года я собирал данные и наконец в конце девятнадцатого года перестал лениться посчитал собрал все свои платежки по электричеству посчитал разделил на количество месяцев проживания и получил совершенно удивительную цифру думаю что для вас это будет тоже небезынтересно так вот отопление этого дома обходится всего лишь в 2800 рублей в месяц и это не только отопление это все электричество как которое мы тратим на обслуживание эксплуатацию этого здания то есть это и компьютеры на которых мы мы работаем и печка с духовкой на которой мы готовим и посудомоечная машина и стиральная и в общем все 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 на мой взгляд цифра совершенно смешная потому что даже в москве за за двухкомнатную квартиру за электричество мы платим больше как ни странно хотя по времени наверное половину времени мы проводим здесь вот такие интересные цифры если вам интересно то о чем я рассказал подписывайтесь на канал и в следующем видео я расскажу о подробностях проектирования систем отопления степловым насосом на что нужно обратить внимание ну и собственно говоря какой сделать выбор спасибо до свидания